В разных провинциях Канады разная ситуация с арендой жилой недвижимости. Где сегодня арендная плата растет, а где падает, об этом и будет сегодняшнее видео. Недавний отчет Rentals.ca показывает, что арендная плата за последние 12 месяцев продолжала подниматься на всей территории Канады, за исключением Британской Колумбии, где рент подешевел на 2,5%. В Онтарио в среднем рент подорожал на 4%, в Эбаке на 10%, а вот в Альберте он вырос аж на 15,6%. Причем это после подорожания 16,8% в предыдущем году. Таким образом, арендная плата в Альберте за 2 года поднялась на треть, а в самом большом городе Альберте в Калкаре за последние 2 года аренда подорожала на 22%. В то время как рынки аренды Ванкувера и Торонто остыли в этом году, в Калкаре все было по-другому. Стоимость аренды тут продолжала расти на фоне рекордной эмиграции и усугубляющегося жилищного кризиса, с которым сегодня столкнулась провинция. При этом в 2021 году, то есть до начала массовой эмиграции в Альберте, рост арендной платы тут составил всего 0,2%. Согласно последнему отчету Rentals.ca и Urban Nation, за последний год Калкаре продемонстрировала один из самых больших годовых приростов арендной платы в национальном рейтинге арендной платы среди всех городов Канады. В отчете говорится, что пока жители Британской Колумбии, Онтарио и вновь прибывшие в страну эмигранты продолжают стекаться в Альберту, в городе ожидается гораздо более высокий рост арендной платы, чем в среднем по стране. При этом, согласно последним национальным рейтингам, арендная плата в Калкаре занимает всего 22 место в списке самых дорогих городов Канады по аренде. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет тут 1708 долларов, а двухкомнатной – 2084. На сегодня Калкаре остается относительно доступным по сравнению с другими крупными городами Канады. В Ванкувере средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 2700 долларов, а в Торонто – 2521. Но при этом Калкаре сегодня самый высокодоходный для инвесторов город во всей Канаде, так как при арендной плате на 30% ниже, чем в Торонто, стоимость самой недвижимости в 2,5 раза дешевле, чем в Торонто. И сдача недвижимости в аренду имеет положительное кэшфлоу даже при сегодняшних ставках кредитования. Сегодня Альберта переживает рекордную межпровинциальную эмиграцию за всю историю наблюдений в Канаде. Только за период с июля по сентябрь этого года более 17 тысяч человек переехали в провинцию из других частей страны. В отличие от Онтарио, законодательство в Альберте полностью на стороне лендлордов. Тут нет никакого рент-контроля и автоматических пролонгаций договоров о аренде. А в случае неуплаты арендной платы принудительное выселение занимает максимум 2-3 недели. Тем не менее, нельзя сказать, что правительство Альберты в целом и в частности самого большого города провинции Калгари не прилагает усилий к решению проблемы. Просто консерваторы, находящиеся у руля в Калгари, имеют абсолютно другое видение решения проблемы, чем федеральные власти Канады. А поскольку Альберты на сегодня единственная полностью независимая от федеральных властей провинция Канады, кстати, это еще одна причина, почему сегодня туда массово переезжают жители из других провинций, то и решает же личный вопрос власти провинции по-своему. Девелоперы получили существенные льготы от правительства, которые помогли им серьезно увеличить объемы строительства уже сегодня. Объемы строительства продолжают расти, А частные инвесторы с удовольствием вкладываются в недвижимость Калгари, так как цены тут стабильно растут и прибыль при продаже прапорти после инвестиционного цикла, это, как правило, 2-4 года строительства плюс 3-5 лет аренды. Очень высокая. Соответственно, со временем, конечно, это не будет быстро. Я думаю, что на сегодня можно говорить как минимум о 5 годах. Количество построенного для аренда жилья в Калгари повысится, и рынок насытится. Соответственно, арендная плата стабилизируется. Так что, на мой взгляд, власти Альберти делают все правильно для будущей стабилизации арендной платы в Альберти. Причем решают это они глобально, путем наращивания объемов строительства, а не путем запрещения поднятия ренты, как это делается во многих провинциях Канады. Рент-контроль создает лишь иллюзию решения проблемы, а в реальности отталкивает инвесторов от приобретения недвижимости для сдачи в аренду, что в итоге приводит к уменьшению спроса на рынке новостроек и, как следствие, к уменьшению темпа строительства и нехватке недвижимости как на продажу, так и на аренду в будущем. Если вам нравятся мои обзоры, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и всегда приятно видеть ваши комментарии. До новых встреч на канале!